добрый день сегодня среда 27 сентября и сегодня я хочу поговорить в рамках проекта школьное телевидение о интервьюировании интервьюирование это разговор двух людей один из которых является источником информации а второй является катализатором он должен задать вопросы которые максимально полно раскроют и тему и личность интервьюируемого для начала я предлагаю посмотреть несколько примеров этого интервьюирования которые осуществляют люди молодого возраста и попытаться вычленить основные принципы того как это сделать не только правильно но и интересно наша основная задача это удержать внимание зрителя поскольку речь идет о том что наше интервью будут посеваться на ютубе всем привет сегодня в моем видео очень необычный гость человек который круче всех разбирается в искусстве и литературе кино и куда можно пойти в пятницу вечером чтобы не сидеть у монитора компьютера министр культуры российской федерации владимир мединский владимир остиславович персона я не буду приводить полностью это интервью ссылка на него есть в описании передайте пожалуйста что нибудь моим зрителям закончив смотрите замечательный блог обязательно не просто переключайтесь на следующий блок а подумайте о том как вы можете сделать себя лучше займитесь спортом поговорите с родителями доделайте домашнюю работу почитайте хорошую книжку сходите на выставку посмотрите хорошее кино помогите моим подумать и тогда вы действительно станете успешными такими же успешными как саша спилберг спасибо очень приятно спасибо большое за интервью давайте посмотрим на список вопросов который был задан министру многие люди смотревшие это интервью считают эти вопросы очень поверхностными хотя с другой стороны это точно соответствует целевой аудитории целевая аудитория так как раз школьники мы занимаемся школьным телевидением хочу сказать по секрету что я не считаю что у школьников обязательно должен быть поверхностный подход к жизни а интервью это разговоры за жизнь я сейчас предложу вам общую схему того какие вопросы вообще бывают в принципе и к какой категории относятся вопросы саши спилберг самым нижним уровнем вопросов которые интервьюер задает интервьюируем у является вопросы первого уровня это действия человека в определенных декорациях у министра они одни у простого человека они другие да это семья окружение да в каком-то времени в прошлом настоящем или в будущем в детстве в юности эти действия либо от скуки либо ради секса ну то есть ради развлечений все у нас развлечения они сексуальны или ради денег причем денег небольших то есть ради какой-то выгоды сиюминутной то есть без больших целей вот вопросы первого уровня это бесцельность то есть ни о чем это свойственно юношеству которого основной лозунг по жизни здесь и сейчас и в принципе все вопросы которые были заданы сашей спилберг министру культуры они все были вопросами первого уровня даже вопросы связаны перечислите пять книг до или перечислите в проекты интернет проекты это все из глянца это все вопросы на уровне а знаете ли вы пятерку да то есть это поверхностные вопросы которые относятся к разряду вопросов первого уровня и вопрос а в каком возрасте вы первый раз поцеловались это вопрос вообще первого уровня потому что это вопрос связан с сексом с юношеским с молодежным поцелуи и так далее и так далее ничего плохого в этом нет такие вопросы обязательно нужны они как бы фундамент они создают картину они создают голограмму что за человек в каком пространстве он находится кто у него родня откуда он пришел куда он идет чих он будет это все тоже вопросы первого уровня но мне кажется что зацикливаться только на них категорически маловато вопросы второго уровня это свойственно уже не юношество людям взрослым которые завели семью занимаются бизнесом которые знают как зарабатывать деньги и вопросы второго уровня обычно задаются обо всем что связано с большими деньгами большие в данном случае не сиюминутные хочешь заработать 100 долларов пойди раздай газет это сиюминутные деньги а хочешь заработать 100 тысяч за неделю давай-ка придумаем схемку и ты будешь со мной в кооперации это уже большие деньги и они не сиюминутные причем это деньги могут быть либо оглашаемые официальные либо умалчиваемые неофициально и все что связано со схемами контрактами обоснованиями проектами то есть всем тем что обсуждают предприниматели которые ставят цель заработать серьезные деньги это второй уровень вопросов применительно к интервью с министром культуры который курирует финансирование театра в кино это крупный бюджетный проект это бизнес это бизнес государственными инвестициями вопросы например а сколько стоило время первых а как он это бьется в прокате то есть все вопросы которые например освещает своем сине филе дмитрий пучков гоблин это вопросы второго уровня но понятное дело саша спилберг 20-летняя девушка их не задала потому что она еще пребывает в юношестве она еще не пересекла точку гамлета и не стала взрослым человек это понятно кстати я хочу сказать что все люди которые еще не стали взрослыми это совершенно не значит что у них не могут быть серьезные вопросы свойственные взрослым наоборот 18 20-летний мужчина юноша который способен задать вопросы второго уровня он сразу выделяется из толпы его сразу забирают ну и вопросы третьего уровня это глобальные цели картинка будущего ценности народа или страны как будут жить люди здесь минимум через 25 лет а то и 50 в данном случае применительно к министру культуры не было вопроса например а чем отличается культура рф министр сказал что интернет проект называется культура . рф а вот об отличиях культуры рф например этот от культуры америки это глобальный вопрос это вопрос выживания это вопрос самоидентификации чьих ты будешь таких вопросов там не было вообще а если бы они были то я бы сказал что у саши спилберг голова ого-го но этого не было таким образом я предлагаю запомнить сегодня следующее правило вопросы которые задаются на уровне пойди подай принеси ценности на уровне чтобы оторвать человека от монитора компьютера и сходить куда-нибудь в пятницу культура как набор искусств человек который круче всех разбирается в искусстве литературе кино и куда можно пойти в пятницу вечером чтобы не сидеть у монитора компьютера обратите внимание на построение предложения куда пойти в пятницу вечером действия в определенных декорациях какое-то время для того чтобы не делать каких-то действий в определенных декорациях какое-то время это нижайший уровень чтобы стоило задать если сказать человек который контролирует финансы выделяемые нашим государством на культуру который финансирует фильмы театры спектакли и который знает в чем разница между русской культурой и европейской и почему русскую классику читают везде в мире правда другая постановка вопроса правда не только набор искусств правда это выделяет русскую культуру на фоне прочих вот этого в интервью не было от слова совсем следующем ролике я предлагаю рассмотреть интервью которая делает дуть в дуть такое достаточно скандальное название но тем не менее там вопросы несколько отличаются от того что продемонстрировала саша спилберг и там тоже есть чему поучиться относительно вот этих трех логических уровней действий на нижнем уровне в определенных обстоятельствах какое-то время в прошлом настоящем или будущем все что связано с серьезными долгосрочными деньгами примерно месяц тут здесь и сейчас а второй уровень месяц год и так далее да и третье это стратегические цели всего народа всей общины страны чем мы отличаемся от других то есть можно даже так сказать первый нижний уровень это я ты он сегодня до второй уровень я ты он в течение длинного времени и за что мы будем жить да а третий уровень наивыше это мы в самом широком смысле слова ну вот то что я хотел сказать сегодня об интервьюировании об интервью об искусстве допроса об искусстве ведения разговора с наводящими вопросами а это проект школьное телевидение крыма который является составной частью более глобального проекта школьное телевидение россии подписывайтесь на наш канал поддерживайте наш канал по мере возможности материальными ресурсами поскольку этот вопрос ну чрезвычайно актуален мы стоим перед тем чтобы найти помещение в центре симферополя и для того чтобы у всех детей было место приложения силы естественно мы в свою очередь будем обеспечивать всех людей которые хотят организовать школьное телевидение у себя дома по месту проживания в городе в селе до столицы республики края мы будем обеспечивать всеми необходимыми материалами методическими техническими советами консультациями и так далее и так далее и так далее это проект школьное телевидение крыма спасибо за внимание ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и